Сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили итоги жилищного строительства в 2012 году. За 11 месяцев введено 582 тысячи квадратных метров, 86% от объемов прошлого года и 60% от запланированного в этом. Столь заметное отставание от показателей вызывает недоумение. Больший процент данного жилья составляют индивидуальные дома, введено 437 тысяч квадратных метров. Многоквартирных построено в общей сложности 144 тысячи квадратов. Причем отставание от плана допустили все муниципалитеты республики. Допущено отставание всеми муниципалитетами. Минимально это 15% по Ибресенскому, Шумерлинскому, Ядренскому районам. Максимальное отставание порядка 40% по Красноармейскому, Мурпосадскому, Урмарским районам, город АлатР, город Маучебоксарск, город Шумерли и город Чебоксары. Обязательство есть перед Минрегионом. Мы соглашение заключали, докладывали по итогам 9 месяцев. Мы в графике докладывали, что сбоев не будет. А сейчас что у нас происходит? Просто домашними не будем. Может быть они как-то пытаются сэкономить на налогах. Мы все знаем, что регистрируя коттедж возникает налог на недвижимость, как правило. Поэтому бывают случаи, эти случаи установлены, что семья проживает, а дом официально числится как строящийся. Мы проводим еженедельный мониторинг, еженедельный объезд, совещание со строителями, обеспечивая взаимодействие со всеми заинтересованными службами. При должном содействии Минстроя, при выполнении обозначенной задачи, ставим перед собой цель обеспечить планового ввода жилья 267 тысяч квадратных метров. Могут подвести некоторые строительные организации. Запланировано две позиции. Сегодня проверка отстроенного надзора на третью позицию выходит. В принципе она у нас тоже в плане. Несмотря на то, что в целом по году у нас увеличение объема строительства жилья на 42,6%, этого объема недостаточно. Для рынка города мы это осознаем. При этом хотел бы сказать еще две цифры. По 2011 году у нас выдано разрешение на строительство на 800 квартир, включая 640, это октябрь-декабрь прошлого года. По этому году мы выдали разрешение на строительство на 1000 квартир, утвердили необходимые градостроительные документы для застройки трех микрорайонов. В Чувашии действует указ о дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства. Согласован план взаимодействия всех органов власти для увеличения темпов. Предполагается софинансирование расходов и создание условий для строительства жилья эконом-класса, предоставление социальных выплат, формирование участков для застройки и минимизация сроков согласования документов. Кроме того, город Чебоксары вошел в число пилотных площадок для реализации проекта по строительству жилья эконом-класса. Конечно, в таких условиях отставание от планов может негативно сказаться на имидже столицы. Выходных не должно быть для строителей, ибо нуждающиеся в жилье ждут, которые даже участвовали для его строительства, к Новому году для семьи создать соответствующий праздник. Участники совещания рассмотрели вопрос и о работе созданного в Чебоксарах расчетно-кассового центра. Такой центр будет проводить единую политику по расчету, сбору и переводу денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг. Включается возможность появления двойных квитанций с разных управляющих компаний. Фактически снижается к нулю возможность управляющих компаний выводить денежные средства с расчетных счетов не по целевому назначению. Снижается себестоимость жилищно-коммунальных услуг и для населения, и для управляющих компаний за счет оптимизации расходов по сбору со стороны управляющих компаний. Работая с таким центром, управляющие компании могут оптимизировать расходы по сбору платежей, увеличить скорость получения информации об оплате услуг и повысить качество обслуживания жителей города. Собственники жилья смогут увидеть всю структуру платежей за что, кому и сколько, проверить свою задолженность. Платежи будут приниматься во всех филиалах и терминалах Сбербанка без комиссионных сборов. К 1 июля 2013 года расчет на кассовый центр должен заработать в полном объеме. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.